Всем привет! Сегодня я хотел бы выступить с небольшой лекцией, которая называется шейдеры для самых маленьких. Маленьких, прошу прощения. В прошлый раз на CityFest я провел огромную лекцию, которую назвал шейдерный ликбез, который попытался охватить вообще в принципе все, что касается шейдеров и все, что нужно знать, чтобы быть техникал-артистом, наверное, даже. Но сегодня я хочу рассказать лекцию, которая, так сказать, будет вводной, которая просто позволит понять, как работают шейдеры и как делать какие-то простые операции при помощи шейдеров. Итак, давайте посмотрим, что такое вообще шейдер. Шейдер — это программа, которая предназначена для исполнения на видеокарте. То есть это достаточно просто. За счет того, что на видеокарте очень много ядер, мы можем выполнять очень много параллельных вычислений одновременно. Допустим, у нас есть такое понятие, как вершина. Те, кто занимается 3D-моделированием, понимают, о чем я говорю. Но если говорить просто, то есть есть 3D-моделька, у нее есть вершины, из которых она состоит. Соответственно, каждую эту вершину нужно обработать внутри этого шейдера. Вертексные шейдеры как раз-таки занимаются обработкой вершин. Вершин, как правило, у моделей много, больше, чем полигонов, потому что полигон состоит из трех вершин. Соответственно, нужно обработать очень много данных и делать это параллельно. Также шейдеры обрабатывают пиксели самой модели, фрагменты. И шейдеры подразделяются на вертексные и фрагментные. Или вершинные и пиксельные. По-разному называют их. По факту, по своей сути, шейдер — это простой текстовый файл, в котором мы указываем код. То есть мы просто, как обычный, просто скрипт, если упрощенно говорить, который просто выполняет сценарий не для процессора, а для видеокарты. Шейдеры, помимо текстовых, имеют подгруппу нодовых. Нодовые шейдеры — это на самом деле очень удобная штука для художников. То есть если вы художник и хотите заниматься шейдерами, я очень рекомендую вам попробовать ноды. Нодовые редакторы в Unity, мы будем говорить о Unity, да? В Unity, по крайней мере, есть несколько нодовых редакторов. Это Shader Graph, который предоставляется в Unity сейчас. Это Amplify Shader Editor и, наверное, Shader Forge. Вот три основных нодовых редактора в шейдере. Чем удобны нодовые редакторы? Они вам позволяют визуально воспринимать то, как вы работаете с шейдером. То есть условно, когда вы работаете с шейдером, вы пишете код и вы не видите, что является результатом вашей манипуляции. Допустим, вы там умножаете один цвет на другой, и вы не видите результат. Нодовые редакторы лишены такого недостатка. И вы сразу видите результат выполнения ваших действий на каких-то условных данных. Когда ты пишешь текстовый шейдер, ты компилируешь код в своей голове. Итак, приступим к практическому примеру. У нас есть кубик, который я создал. Что можно сделать в шейдере с этим кубиком? Давайте для начала попробуем задать ему цвет. Как это делается внутри шейдера? Как я уже сказал, у шейдера есть вертексная и фрагментная часть. Сейчас мы рассмотрим отдельно только фрагментную часть, не затрагивая вертексную. Что нам нужно для того, чтобы просто покрасить кубик и больше ничего? Мы должны указать входной цвет. Мы это делаем в блоке свойств. Мы просто указываем цвет. Здесь мы просто указываем название переменной, как она будет отображаться в инспекторе Unity, что это за переменная и какое у нее будет дефолтное значение. Также мы указываем эту переменную внутри самого шейдера. И Unity при помощи своих манипуляций отправляет данные из своего инспектора внутрь этой переменной. Шейдеры не умеют хранить в себе данные. То есть, условно, если вы хотите, чтобы позиция, которую вы передаете внутрь шейдера, или цвет менялся так же, как он меняется у вас, например, в коде, вам необходимо каждый раз передавать данные в шейдер. Но если вы передали один раз цвет белый, допустим, он будет постоянно белым. Если вы передаете, условно, какой-то ваш цвет меняющийся, вы должны каждый кадр производить переотправку данных. Вообще сами по себе шейдеры не умеют хранить данные. И именно обертка Unity в любом случае каждый кадр отправляет туда данные. То есть она делает это за нас. Мы просто указываем, допустим, что мы хотим передать туда цвет красный. И она будет этот цвет красный постоянно каждый кадр туда отправлять. Это очень важно понимать, когда ты пишешь в шейдере, что в шейдере не умеет хранить данные. Результатом наших манипуляций становится красный кубик. То есть, если посмотреть, что происходит внутри фрагментного шейдера, мы просто подкрашиваем кубик в тот цвет, который мы получаем из инспектора. О фрагментной части. Здесь все очень просто. Как нам, в принципе, манипулировать входом внутрь шейдера? Как мы можем указать точку, ту функцию, которую шейдер будет воспринимать как входную? То есть внутри, например, C++ мы всегда указываем точку входа. Как правило, это метод main. Здесь же у нас есть следующие припроцессорные директивы. Это две фрагмы, которых мы можем указать vertex-vert. В vertex-vert мы указываем вертексную, нашу вершинную функцию, и fragment-frag мы указываем фрагментную функцию. Они могут быть любыми. То есть сами методы могут быть кастомными. Но, как правило, называют верт и фраг. Это просто классика. Внутри инспектор Unity, соответственно, когда мы задавали цвет, мы можем увидеть поле цвета. Что, в принципе, логично. Теперь хотелось бы произвести более сложную манипуляцию наложением текстуры. Для того, чтобы наложить текстуры, мы также задаем новое свойство внутри инспектора Unity. И, соответственно, добавляем к нашим переменам внутри шейдера две переменные. Но по факту нам нужна только одна. Sampler 2D main.tex. Вот этот flow 4 main.tex.st относится к… Может быть, кто-то замечал, если кто-то уже писал шейдеры или видел материалы. У текстур, как правило, есть еще четырехкомпонентный вектор, в котором есть tiling, xy и offset xy. Вот как раз-таки main.tex.st отвечает за вот эти вот параметры. Но мы этого касаться пока не будем. Это уже более глубоко. Что нам нужно для наложения нашей текстуры? Мы должны передать UV. То есть у каждого 3D модели, для того, чтобы наложить на нее корректно хоть какую-то текстуру, должен быть UV. UV задается для вершин. Конкретно для вершин. Очень важно понимать, что мы, задавая UV для вершин, или вообще любые данные для вершин, передавая их во фрагментный шейдер, интерполируем их между каждым пикселем, который находится между вершинами. Конкретно здесь мы просто получаем входное UV и возвращаем то же самое UV. За счет интерполяции, соответственно, данные будут меняться для каждого пикселя внутри фрагментного шейдера. И здесь, соответственно, что мы делаем? Мы вызываем функцию text2d, main.text и сэмплируем ее по UV, которое мы просто задали как входное. То есть значение мы получили вертексным шейдером UV из 3D модели, потом оно интерполировалось при переходе в фрагментный шейдер. И, соответственно, дальше мы просто взяли нашу текстуру, какой-то пиксель сэмплировали при помощи сэмплеров. Сэмплер — это такие помощники, которые позволяют вам выбрать какой-то пиксель из текстуры. И умножили цвет, взятый из текстуры, на цвет, который мы задаем в инспекторе. В данном случае это color. И вот хотелось бы отдельно показать наглядность интерполяции данных. Допустим, у нас есть вертексная часть, в которой мы пишем следующий код. Мы насильно задаем, то есть делаем какую-то переменную. В данном случае это myColor. При помощи некоторых структур можно данными обмениваться между вертексным и фрагментным шейдером. Но я чуть попозже расскажу об этом подробнее. Сейчас бы хотелось о интерполяции поговорить. То есть у нас есть структура, которая позволяет нам обмениваться данными между вертексным и фрагментным шейдером. И вот в эту структуру мы записываем внутри вертексного шейдера вот такое условие. Это просто абсолютно тупое условие о том, что если координаты вершины по х будут больше нуля, то цвет будет красным. Если, соответственно, он будет каким-то иным, то он будет зеленым. И в результате мы можем увидеть, как данные интерполировались. То есть сам кубик тут не просто так нарисована координатная система. То есть кубик находится в нулях. Если посмотреть, вот ось х, это красная ось. Соответственно, вот здесь в этом углу все красное стало, а здесь зеленое. Но при этом цвета мягко переходят. То есть данные синтерполировались между собой жестко. Красный цвет и зеленый смешался друг с другом, и получился градиент, который вот здесь очень хорошо можно заметить. Теперь хотелось бы отдельно поговорить про входные данные. Естественно, у вершинной функции должны быть какие-то входные данные, с которыми она должна работать. Как правило, у вершинной функции входные данные – это данные с той модели, с которой она работает. Положение вершины, соответственно, UV-координаты, цвет вершины, так называемый vertex color, и все остальные UV-шки. То есть условно у нас внутри одной модели может быть несколько UV-каналов. Соответственно, мы получаем все эти UV-каналы на вход вертексного шейдера. И, как правило, такая структура называется updata. Сейчас я ее найду. Вот она. То есть вот у нас есть определенные слоты, в которых у нас лежат определенные переменные, и в эти переменные будут записаны данные из модели. Для того, чтобы передать данные из вершинного шейдера во фрагментный, мы уже используем другую структуру с модифицированными данными. И здесь мы уже можем в эти ячейки писать все, что нам только вздумается. Например, мы можем в текст-корд, который по идее для UV-шки нужен, мы можем записать какой-то цвет посчитанный и так далее. То есть выполнять определенные разные манипуляции. Дальше хотелось бы затронуть отдельно тему прозрачности. Прозрачность, то есть мы рассмотрели в принципе текстуры, интерполяцию данных, основное понимание, как это работает. Теперь мы рассмотрим, как сделать прозрачность. Прозрачность — это, скажем так, особое состояние объекта. Очень важно понимать, чтобы нарисовать прозрачные объекты, их нужно нарисовать после всего. И как правило, transparent, то есть прозрачные объекты рисуются в конце. То есть у них самая последняя очередь, они рисуются уже после всего и накладываются после. Чтобы сделать объект прозрачным, во-первых, как я уже сказал, нужно им выставить очередь отрисовки transparent, то есть практически самая последняя. И тип рендера transparent. Дальше мы должны указать ему тип смешивания. В данном случае это source alpha и one minus source alpha. Если для понимания этого будет проще, я могу привести пример с Photoshop. У Photoshop есть там разные режимы смешивания слоев. Это чем-то похоже на вот эти режимы смешивания. То есть мы просто указываем, как у нас будет смешиваться цвет альфы, то есть тот, который мы отрисовываем, с тем светом, который был до этого. Потому что мы как бы цвет рисуем поверх, и нам нужно скомбинировать то, что было ранее, и то, что мы отрисовываем для того, чтобы получилась прозрачность. Так, соответственно, у нас получается прозрачность, то есть если мы вернемся, то есть если мы просто делаем прозрачность, просто указываем вот эти атрибуты, мы просто при помощи цвета, который мы ранее задали, двигая альфа-канал, вот этот вот, мы можем задавать прозрачность объекта. Также можно сделать прозрачность помазки. Ну, тут появилось несколько вариантов шаблона, паттерна, да. Соответственно, у нас объект становится прозрачным ровно помазки. Для того, чтобы он стал ровно помазки, мы просто отомножаем альфу нашего возвращаемого цвета на текстуру. Получается прозрачность помазки. Вот, и хотелось бы затронуть, наверное, уже более такую продвинутую сложную тему. Как вот при помощи шейдеров, вот мы посмотрели просто вот основные какие-то понятия о шейдерах, то есть что-то очень базовое, и как при помощи этого базового простых вещей можно сделать что-то вроде как сложное. И это вот, наверное, одно из таких интересных вещей — это освещение. Освещение, которое можно сделать при помощи шейдеров буквально в одну строчку. Что нам для этого понадобится? Понадобятся нам для этого скалярные произведения и все. И понимание математики. Есть два вектора. Вектор поверхности и вектор, откуда светит источник света. И все. По сути нам больше ничего не нужно для того, чтобы сделать обычное освещение для обычной игры. То есть как работает PointLight в Unity. Все, что нам нужно фактически, это взять скалярное произведение двух этих векторов. Тут важно понять, что фактически нам даже не нужно скалярное произведение. Нам нужен косинус угла между этими векторами. То есть если говорить в теории, как работает освещение, чем больше вектора сонаправлены, тем более освещенным становится пиксель. И фактически скалярное произведение это решает при помощи косинуса, который находится в формуле скалярного произведения. То есть скалярное произведение — это что? Это у нас длина вектора умножить на длину вектора b и умножить на косинус угла между ними. Фактически нам нужен только косинус, потому что когда вектора у нас направлены, угол между ними 0 градусов, косинус 0 градусов — это единица, соответственно максимальная освещенность. Если угол равен 90 градусов, косинус 90 градусов — это 0. Косинус 180 градусов — это уже отрицательное значение. И если мы просто возьмем скалярное произведение между двумя этими векторами, мы сможем просчитать освещенность. То есть если вектора будут сонаправлены, то освещенность пикселя будет максимальной, потому что там будет единица. А если, соответственно, там будет 90 градусов, то есть условно у нас есть объект, то есть в данном случае какой-то угол, если у нас есть источник света, и при этом вот этот вектор будет куда-то вот сюда смотреть, то он будет минимально освещен. Теперь хотелось бы посмотреть просто код для света, как это вот именно внутри шейдера делается. У нас есть вот позиция света, которую мы просто указываем как вектор внутри инспектора для упрощения всего этого. Также мы указываем light position, как принимаемую переменную. И внутрь входных данных вершинного шейдера мы указываем уже нормаль. То есть мы должны знать нормаль поверхности для того, чтобы понять, куда смотрит наша поверхность, куда смотрит наш пиксель, для того, чтобы можно было взять скалярное произведение между этими векторами. То есть мы берем скалярное произведение между вектором поверхности и вектором источника освещения. И для этого нам нужна нормаль. Далее, соответственно, в выходе вершинного шейдера мы должны дополнительно добавить несколько переменных. В данном случае это viewdir, это вектор, куда мы смотрим, мировая позиция и мировые нормали. Так как нормали, которые мы получаем, они всегда находятся в локальных координатах того объекта, который мы рисуем. То есть в local space того объекта мы должны перевести эти координаты к мировым. То есть у нас в Unity, когда в иерархии мы объекты друг к другу засовываем, мы создаем внутреннюю иерархию. И когда мы работаем с нормалью, мы получаем эту нормаль в координатном пространстве того объекта, с которым мы работаем. То есть неважно, как он будет повернут. Но наш источник освещения находится в мировых координатах. Поэтому, чтобы привести все к одним координатам, мы при помощи умножения, перемножения матриц, в Unity есть специально заготовленная матрица, переводим нормали в мировые координаты, чтобы можно было работать в одном координатном пространстве. Также мы рассчитываем мировую позицию и рассчитываем вектор нашего взгляда. То есть куда смотрит наша камера. Для того, чтобы посчитать направление от источника света, мы между позицией источника света вычитаем мировые координаты. Получаем вектор направления источника света. Для того, чтобы посчитать наше диффузное освещение, мы просто делаем скалярное произведение между нормалью мировой и направлением источника света. И получаем значение от минус единицы до единицы примерно. Чтобы исключить отрицательные значения, мы делаем сатурейт. Что такое сатурейт? Это просто отрезание отрицательной части. То есть это то же самое, что кламп от нуля до плюс бесконечности. То есть то, что будет меньше нуля, оно просто станет нулем. А то, что больше нуля, останется неизменным. Соответственно, мы отрезаем отрицательные значения. Получаем диффузное освещение. Также это освещение называется освещение по фонгу. Соответственно, все, что мы делаем дальше, это домножаем цвет, который мы ранее уже получили, на диффуз, который мы посчитали. В принципе, это все, что я хотел, наверное, сказать сегодня. Вопросы? Вы что-то спрашиваете? Еще раз можете повторить позже? Да. Так. Нагрузка есть на процессор или нет? Нагрузка на процессор. То есть если… Я взял материал, назначил ему способ transparent, но альфу поставил один до тех пор, пока я ее не трогаю. И вот с таким материалом живу. Я нагружаю процессор или как? Вы в любом случае, даже если вы ставите альфу равной единице, ваш объект уже прозрачный. То есть вы уже рисуете прозрачную геометрию, неважно какая у него альфа, единица, не единица, он все равно уже… До тех пор, пока альфа один, он не прозрачный на экране. Ну на экране он не прозрачный, но фактически для графического конвейера он уже рисуется… Ну я понял, я понял. То есть, короче, вот если ты вдруг захотел поставить transparent, ты уже нагрузил графику. Да, в любом случае. Даже не трогая альфу. Да. Ладно, еще вопрос. Я, например, имею материал instance и делаю его, изменяю его свойства через функцию материала. Это выгоднее, чем вешать на event.tick или как? А еще раз повторите, пожалуйста. Например, я имею какую-то mesh. Так. Значит, для нее динамический материал. Так. У меня два варианта. Либо я свойства материала меняю логику через event.tick делаю, либо пишу функцию материала. и изменяю его логику, делаю внутри функции материала. А, я кажется, понял. Эти два варианта, как они относятся по эффективности. Ну, смотрите, если у вас есть что-то, что меняет общую концепцию материала, допустим, изменение цвета, изменение цвета элементарно, можно сделать изменение цвета внутри материала, например, по синусу от времени. То есть мы же можем… Более того, скажем, да. У меня, например, турель, значит, врага не видит, лампочка зеленая. Врага увидела, лампочка красная. Значит, все время, всю игру проверять, видит она или не видит, и, скажем, через event.tick проверять, какая лампочка, это невыгодно. Я, например, ставлю события, по событию меняю свойства материала. Но я могу, да, по идее, это свойство, значит, через event.tick, ну, внутри блюпринта этого, значит, этой меши, я могу на эти функции материала, и, значит, там меняю, значит, включаю функцию материала, чтобы она, значит, там, это сама внутри, то есть, да, через time, time, sin, и поехала, значит, там на это самое, дальше. Вот это как функцию материала вставляю. Ну, тут я бы не сказал, что прямо какая-то идет речь о Uber-производительности. На самом деле я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что это, ну, я такие исследования не проводил, и тут речь, наверное, на секундах. Но, наверное, скорее всего, есть смысл для каждой турели один раз делать просчет. То есть, если вы будете внутри шейдера делать просчет для каждого пикселя, для каждой вершины, это, наверное, будет более… Ну, или, так скажем, просто вообще, то есть, само по себе использование функции материала. Это является ли способом переложить работу цифрового процессора на графический? Да, да, вот в этом, да, вы правы. То есть, я разгружаю цифровой, гружу графический? Ну, да, вы центральный процессор разгружаете, и, соответственно, загружаете графический процессор. Как правило, по большей части во многих играх, если посмотреть, упор именно идет не на графический процессор, а на центральный. И в таком случае, да, есть смысл действительно перенести вычисления с центрального процессора на графический. Но, опять же, без фанатизма. То есть, если вы делаете расчеты для турели, передавать кучу данных, это просто неоправданно… Нет, на самом деле, всего один параметр, больше ничего. Случилось событие, я параметр переназначил. Все зависит от, скажем так, парадигмы, которой вы работаете. Если это целесообразно… То есть, в любом случае, перенос расчетов с CPU на GPU, он оправдан так или иначе. В любом случае, то есть, если я использую функцию материала, то есть, это я уже перекладываю работу цифрового-графическую. Вот хотя бы это вот, да? Да, в этом есть определенный смысл. Об этом был вопрос. Спасибо. Это просто нецелесообразно по затратам времени, потому что вы потратите время на то, чтобы взять и сделать это в шейдере, и производительность вы получите. То есть, как сказать, КПД вашей работы будет очень маленьким. И поэтому я бы не стал заморачиваться. Нет, ну на самом деле, в каких-то случаях, скажем, удобнее использовать функцию материала чисто с программистской точки зрения. Если это еще до кучи разгружает процесс, скажем, видимо, это хорошо. Ну, я вас понял. Хорошо. Ну, и в этом есть смысл. В общем, ответ мой такой. Спасибо, спасибо. Так, еще вопросы? Да. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень, на самом деле, информативно. Я занимаюсь 3D-графикой и работаю Cinema 4D Redshift. И у него есть интересная нода, так скажем, которая альфа-канал обрезает по черно-белой маске. То есть даже не грейскейл, а вот именно черно-белой маске. Из-за этого можно делать очень большое количество листьев, допустим, на деревьях и прочих просчет упрощается за счет того, что по умолчанию opacity просчитывает переломление. А допустим, с помощью вот этой ноды, которая обрезает все по альфе, просчет легче. Есть ли такое в реал-тайм-движках? Да, я вас понял. Да, естественно, такое есть. Я просто это не затронул. На самом деле существует два типа прозрачности. Возможно, в стандартных шейдерах Unity вы видели, есть обычная альфа, который вы меняете, он становится прозрачным, а есть cutout. Cutout – это такая штука, которая позволяет вам сделать обрезание по альфе. Условно, внутри кода шейдера есть такая функция, такой оператор называется discard. Discard делает полную отмену отрисовки пикселя. И, соответственно, вы можете что сделать? Discard не требует наличия transparent свойства на объекте. То есть объект не становится прозрачным. И смотрите, как вы подходите к этому. Вы делаете параметр, который двигается от нуля до единицы. Какое-то просто значение. И дальше вы делаете проверку. Если альфа меньше определенного этого значения, то вы делаете discard. То есть таким образом вы отменяете полную отрисовку пикселя. То есть пиксель, который был отрисован ранее, он не затирается вашим новым пикселем и получается прозрачность. И вот как раз-таки вот эта черно-белая маска отработает в данном случае. При помощи cutout как раз-таки в Unity делается, например, трава можно сделать, листики, как вы предлагали. Это как раз-таки используется. То есть мы не создаем кучу полупрозрачных объектов. Мы создаем кучу обычных опакю, то есть прозрачных объектов с отрезанием альфы через discard. Ну или есть функция clip внутри шейдеров. Так что да. Это же есть в реал-тайм-движках. И это используется повсеместно. Все, спасибо большое. Так, еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за лекцию традиционно. И вопрос в следующем. Это вот язык, это для Unity? Он специфичный, да, для Unity? Нет, на самом деле язык программирования шейдеров, их существует несколько. Но я бы выделил три основных языка. Ну плюс ноды еще. Ноды это отдельная история. Существует три языка основных. Это GLSL, язык программирования шейдеров, созданных для OpenGL. Это HLSL. Соответственно, язык, созданный для программирования DirectX. И впоследствии Vulkan еще. И, соответственно, существует язык CG. Как раз-таки, возможно, вы замечали, что в Unity написано CG Program. CG это такой язык, который разрабатывал компания NVIDIA. Это универсальный язык, который позволяет автоматически компилировать код шейдера на GLSL или HLSL. Фактически синтаксис шейдеров одинаков во всех трех языках. То есть, ну, можно сказать, GLSL сам различающийся между ними, но HLSL и CG практически одинаковый синтаксис имеет. Если говорить в принципе о шейдерах, языки шейдерные отличаются не… то есть, зависят не от движка, не от среды, а зависят от графического бэкэнда, для которого вы пишете. Если вы пишете для DirectX, это в любом случае HLSL. Если пишете для OpenGL, то, соответственно, это GLSL. Для Vulcan это, возможно, HLSL. И, соответственно, есть вот это подразделение именно на графические бэкэнды. Условно, если вы написали какой-то шейдер в Unity, вы его просто можете скопировать именно функциональную часть и вставить в Unreal Engine или Unigine, или я не знаю, куда угодно. Например, просто приведу вам пример, когда я не знаю, или, скажем так, не то, что не знаю, не хочу разбираться, когда я просто хочу найти готовое решение, например, какой-то шейдер. Я не всегда пишу в гугле Unity шейдер того-то, того-то. Я просто вбиваю там GLSL шейдер того-то, того-то или HLSL шейдер того-то, того-то. И, соответственно, это универсально. Просто синтаксис настолько похож, что можно прям Ctrl-C, Ctrl-V в Unity. Из Unreal шейдера. И, соответственно, обратное действие тоже возможно. Единственное, что у этих файлов есть дополнительная обертка. Вот в виде вот этих блоков Properties, блока пассов и прочего. Это внутренняя обертка Unity, которая позволяет движку понять, как ваш шейдер интерпретировать, как его отрисовывать. То есть какие там будут атрибуты, как нарисовать инспектор, прозрачный это объект или непрозрачный, задать ему очередь, указать превьюшку. То есть вот такие вот справочные информации, я бы назвал в кавычках ее. То есть просто информация, позволяющая правильно интерпретировать ваш шейдер. Но в целом языки очень похожи, поэтому это не только Unity касается. Это касается по большей части всех движков и всех языков программирования шейдеров. Спасибо. Да, в общем-то был вопрос в том, что HLSL инструкции поймет или нет. Спасибо. Так, еще вопросы. Вопрос такой. Есть ли какая-то разница в производительности между шейдером, полученным через шейдерграф, например, какой-нибудь, и шейдером, самописным, ручками, так скажем, который написан? Или шейдерграф, по сути, это просто графический интерфейс для создания шейдеров? Да, это хороший вопрос. И я скажу однозначно. Шейдер, написанный руками, гораздо более оптимизированный, чем шейдер из шейдерграфа. Как работает шейдерграф? Он интерпретирует ваши графы в обычный текстовый шейдер. Если вы внимательно, ну, то есть, например, в шейдерграфе создаете шейдеры и внимательно посмотрите на то, что он в итоге генерирует, то есть там можно открыть текстовый файл, в текстовом файле будет самый обыкновенный шейдер. Естественно, именно шейдерграф Unity делает необходимые, например, оптимизации. И если вы пишете шейдер для URP, то это очень удобно, потому что в URP писать шейдеры, то есть в обычном built-in рендер-пайплайне нету, в обычном built-in рендер-пайплайне есть серфейс-шейдеры, которые PBR поддерживают цвет, то есть вам думать об этом не надо, вы просто пишете и вам комфортно. Соответственно, в URP, HDRP у вас этой возможности нету. И у вас остается только же либо шейдерграф, либо писать вообще все с нуля. Это и запекание lightmap, это и шэдоу-кастеры, то есть все пассы прокидывать. Это очень сложно. У меня есть статья на хабре, как писать шейдеры в URP и HDRP текстом, именно обычными текстовыми файлами. Это достаточно проблематично. И, соответственно, если подходить просто к вопросу, то, естественно, всегда код, написанный руками человека с нуля, он будет более оптимизированным, чем код, написанный на шейдерграфе. Потому что шейдерграф делает это в тупую. Условно, вот вам нужно взять какой-то канал в маске определенной. Вы делаете сплит, и он там, допустим, делает 2-3 операции. Хотя бы мы могли просто это все в одну строчку завернуть и дополнительных манипуляций с этим не совершать. То есть он в тупую воспринимает то, как вы это делаете. Комбайны и прочее. А код, который вы пишете сами, вы можете напрямую обращаться к тем или иным параметрам, тем самым упрощая ваш шейдер. Поэтому да, он будет более оптимизированным, написанный руками. Спасибо. Еще, может, вопросы есть? Здравствуйте. У меня вопрос, возможно, не совсем по шейдерам, но он связан с полупрозрачностью. Как решается в современных графических движках проблема сортировки полупрозрачных объектов, которые не являются выпуклыми оболочками? Ну, грубо говоря, там расческа в расческе. На расческе в расческе. Да, это… Но смотрите, вообще, то есть сортировка, как они будут отрисовываться, да? Ну, как раз таки для этого… Как они будут сортироваться. Как они будут сортироваться. Для этого вообще, в принципе, существует вот эта функция бленда. Она позволяет правильно сортировать. Почему как бы полупрозрачные объекты, они более сложны? Потому что отрисоваться объект какой-то может быть всегда первее того, который будет у нас на переднем плане. То есть объект… Точнее, сначала рисуется объект с переднего плана, а потом объект с заднего плана, и получается некорректная прозрачность. Вообще, тут идет комбинирование техник тестирования глубины и вот этой функции blend. То есть почему мы не руками в шейдерейте сдаем, а функции blend? Потому что идет перерасчет прозрачности каждый раз, когда мы рисуем прозрачный объект. Почему они сложны? Вообще, в принципе, вот если задуматься, вот допустим, у вас в конвейере отрисовки нарисовался сначала объект, который ближе к вам, а потом который уже дальше. По логике ведь вещей получается, что у вас тот объект, который нарисовался дальше, вторым, то есть именно он перезатирает, он должен перекрыть объект, который ближайший, и получится артефакт должен. Но этого не происходит. Почему? Потому что существует так называемая маска глубины. Внутри этой маски глубины у нас содержится глубина, отрисовываемой нами геометрией. То есть то, что мы видим на экране, только в виде черно-белой маски, в которых закодирована дистанция от камеры до пикселя. Соответственно, когда мы рисуем объект, который… Вот и сначала мы нарисовали объект, который у нас на переднем плане, начали рисовать объект, который уже находится на дальнем плане. Чтобы его не перезатереть, мы сравниваем позиции пикселей, которые мы отрисовываем, с маской глубины. И если они ближе к нам, ближе к камере, то мы перерисовываем текстуру. А если дальше, то как бы не производим никаких манипуляций, то есть игнорируем отрисованную геометрию. Таким образом получается, что порядок отрисовки не играет никакой роли за счет тестирования по глубине, которое происходит практически для каждого объекта. Но при помощи шейдеров можно, например, отключить тестирование по глубине. И посмотреть, что из этого получится. Очень весело получается. Соответственно, здесь идет комбинирование тестирования по глубине плюс вот этой функции blend, которая перерасчитывается в зависимости от правильного порядка отрисовки по глубине. То есть дальности нахождения объектов. Вот как-то так, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну то есть получается эти два объекта отрисовываются одновременно. А уже получается какая проблема, что у нас объект перекрывает А, объект перекрывает Б, потом Б перекрывает А, потом А перекрывает Б. Ну как я сказал уже, расческа в расческе. То есть целиком не получится сначала весит. А, то есть имейте в виду, что… Сложной формы. Ну допустим, полупрозрачный объект в полупрозрачный объект. Да, я вас понял, да. То есть я думал, что вы про два объекта. Но, как вам сказать, достаточно сложный вопрос. Только разбивка геометрии? Ну я так предполагаю, что нет. Скорее всего какие-то для этого есть… Какие-то для этого по-любому есть способы… Ну смотрите, в любом случае у нас… Нет, у нас всем манипуляции происходят в любом случае для каждого конкретного бикселя. То есть мы условно не воспринимаем объекты отдельными. Мы воспринимаем именно пиксели. То есть мы для каждого пикселя делаем применение. И в принципе, по сути-то, нам не важно, какой пиксель был отрисован. Если пиксель, который рисуется сейчас, находится ближе к нам, то получается он должен… То есть пиксельный план должен сопоставиться. Мне кажется, это как-то так. Но в принципе, мне очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что я об этом никогда не задумывался, честно говоря. У меня никогда такой проблемы не стояло. Нет, тут конкретно по большей части вопрос был про один объект. Если, допустим, мы видим трубку, какой-то там… Такой вот объект. И у него есть две части. И внутри них еще и другой полупрозрачный объект. То есть один и тот же объект перекрывается… То есть сначала объект А перекрывается объектом Б. Да, вот. Вопрос больше про это. И, честно, неважно, какие тут режимы наложения, мы ведь два раза один и тот же объект сравниваем с другим объектом. Я понял вопрос. И пытаясь обдумать на самом деле, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Как бы именно если бы просто речь шла про два объекта отдельных, то сортировка по глубине бы это решалась. А если это один и тот же объект, то по идее мы именно работаем с пикселями. Но с другой стороны, ведь у нас маска глубины еще не создана для самого же себя. И тут очень сложно. Я, если честно, не знаю, как этот вопрос решать. Наверное, разбиением объекта на два. Вот, на две части, на два сегмента. Да, еще вопросы, возможно, есть. А, все. Уже все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.